В тетради написано 100 утверждений. Второе. В этой тетради ровно 2 ложных утверждений. Третье. В этой тетради ровно 3 ложных утверждений. И так далее, и так далее, и так далее. Последнее, сотое утверждение. В этой тетради ровно 100 ложных утверждений. Вопрос. На самом деле, какое из этих утверждений первое? Да? Сотое. Сотое? Да? Второе. Второе. Только два ложного. Да, ваша версия? Семь. То есть в этой тетради одновременно и одно ложное, и два, и сто ложного. Хорошо, пойдёмте перечитать условия. В тетради написано сто утверждений. Диктую их по порядку. Первое. В тетради написано сто утверждений. Первое из них. В этой тетради ровно одно ложное утверждение. Второе. В этой тетради ровно два ложного утверждения. Третье. В этой тетради ровно три ложных утверждений. И так далее. Последнее, сотое. В этой тетради ровно сто ложных утверждений. Вопрос. Какое из этих утверждений верно? Дальше. В этой тетради, примерно, что 8, было уже на полу утверждений. Почему? 99. 99. 98 у нас получается 99, потому что вот это одно утверждение, единственное правдивое. То есть там не сто дней. Почему там не сто? Потому что если бы там было сто ложных утверждений, то это утверждение тоже было бы ложным. То последнее, сотое, было бы верно. А значит, не может быть так, что они и верно, и не верно оттолкали. Хорошо. А почему там их не 98? Кроме этого, еще другое. А значит, там, допустим, 97 и 99 не равны. Значит, у нас не только одно. Если бы у нас было много больше, то первое утверждение было бы два, и два, и два, и два. Первое утверждение. Понятно, почему? Какая идея? Если у нас некоторое количество, там, n ложных утверждений, то тогда верно в точности n-ное утверждение. Понятно? В точности утверждения номер n. И оно единственное верно, а все остальные не верно. Значит, какой ответ задачи? Девяносто девять не верно и одно верно. Спасибо. Отлично.